Он Валентин, она Валентина. Говорят, когда познакомились и не подозревали, что общими у них будут не только имена, но и сама жизнь. Накануне Дня молодежи, лучшую молодежь города Артемовска пригласили в городской театр на празднование. Праздник в разгаре, вдруг ведущий объявляет вальс на приз. И через весь зал ко мне идет молодой человек в солдатской форме и в кирзовых сапогах. А у меня промелькнуло, боже, вальс в кирзовых сапогах, как это возможно? После того вальса больше не расставались. Военная служба мужа определяла и их место жительства, постоянные переезды, новые города и даже страны. Валентина Николаевна признается, быть женой пограничника не так-то просто. Это и бараки, это неустроенное жилье, это удобство, извините, на улице, это подселение с многими семьями, такими же молодыми, как мы. Но вот прошло столько лет, и все равно кажется, что те годы были самыми, наверное, романтичными и самыми счастливыми. Выдержали, пережили все невызгоды. Почему? Да просто любили, доверяли, берегли и ценили. Хором говорят тезки. Где бы я ни служил, она же все время со мной и так далее. Это моя поддержка, очень моральная. Самое главное богатство человека – это семья. Этому супруги учили сына, теперь учат и внука. Охотно делятся секретами семейного счастья и долголетия. Чувства, они самоугасают. Их нужно постоянно поддерживать каким-то образом. А самое главное – нужно избавляться от тех привычек, которые раздражают другого человека. И вот если меня раздражает что-то в муже, нужно проговаривать. И мы это делали. То есть нужно не молчать, не копить в себе, а вот именно сесть и выяснить. Спустя 51 год романтика из отношений Валентина Григорьевича и Валентины Николаевны никуда не делась. Поэтому ресторан вечером 8 июля в честь праздника – еще одна семейная традиция. И еще один лишний повод признаться друг другу в любви.